МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно, далеко не в первый раз. Бывал здесь и когда руководитель каналом «Спорт», и сейчас, когда занимаюсь подготовкой к Олимпийским играм, к универсиаде Казанской, уже минувшей. Основная цель приезда – это Енисей РФ, медиафорум, который проходит четвертый медиафорум. Ну и, по ходу, у меня были вопросы, связанные с деятельностью нашего филиала, который тоже готовится к Олимпиаде. Ребята доблестно прошли универсиаду, испытания тестовыми соревнованиями. И вот мы вышли на финишную прямую, впереди Олимпийские игры, проолимпийские игры. Ну вот об этом давайте поподробнее. Наши ребята. То есть я знаю, что ваша организация отвечает за HD-трансляцию «Сочи-2014», правильно? Ну, в общих чертах. В общих чертах. И по всей стране существуют группы телевизионные, которые будут работать на Олимпиаде. Одна из групп Красноярских филиалов, сказали. Как вы наших ребят оцениваете? Вот они на тестовых соревнованиях были каких-то, в Казани они были. Вы их начальник, оцените, пожалуйста, профессионализм. Вы знаете, когда проект создавался, только было несколько разных вариантов, как обеспечить функционирование на Олимпийских, на Паралимпийских играх и на Универсиаде. И одним из вариантов было собрать команду в Москве, легче управляемая, легче обучаемая, легче готовить, все находится под контролем. В результате долгих, оживленных дискуссий было принято другое решение, что нужно создавать такие группы по стране. То есть, ты считаешь, как после Олимпиады 80-го года остались островки цивилизации, которые до сих пор, порядка 10 передвижных телевизионных станций, которые были сделаны под Московскую Олимпиаду, представляете, до сих пор бегают и работают, показывают. И поэтому было принято решение о создании 9 филиалов от Хабаровска до Калининграда. Они были созданы, и в том числе 11 филиалов в Красноярске. Хорошие ребята, сибирские ребята. А почему Красноярск попал в эту девятку? Мы искали, мы пытались более-менее равномерно. Дело все в том, что техника весьма подвижная, весьма мобильная. Она построена на базе комфортабельных высокоскоростных автомобилей, которые позволяют перебрасывать ее из точки в точку. Это вот те самые передвижные телестанции, которые транслировать будут. В результате мы имеем возможность работать не только по 10 регионам, я имею в виду те самые 9 филиалов, в которых я говорил, плюс Москва. Реально в зоне нашей доступности где-то порядка 140-150 городов на карте Российской Федерации. Такой в зоне прямой, без подвигов. Потому что, в принципе, машины из Москвы в Хабаровск шли своим ходом у нас. Через всю страну? Ну и ничего, дошли. Десять суток, правда, шли, но дошли. Стоял выбор. Красноярск, Новосибирск. Причем сперва Новосибирск больше шансов имел. То есть вначале мы планировали Новосибирск. Там получилось просто целого ряда обстоятельств. Решили сделать добор. И вдруг выяснили, что ребята с гораздо большим желанием и быстрее схватывают то, что нам было как воздух необходимым. А всегда легче и правильнее работать с людьми, когда видишь отдачу. И поэтому по ходу уже было принято решение, мы смогли убедить наблюдательный совет в том, что целесообразнее открыть в Красноярске филиал. А вот эта техника, которая сейчас филиала, это какое-то соглашение с руководством региона у нас есть? На каких условиях? В том числе. Техника находится здесь в первую очередь, просто потому что здесь выгодна она по следующим обстоятельствам. А. Хорошая традиция проведения трансляции. В принципе, есть навык. Навык есть. Производство трансляции. Есть те люди, которые изначально понимают, что такое трансляция. Второе, это как ни парадоксально... Нет, это не второе. Второе – люди. Второе – люди, потому что мы посмотрели персонал. Вторая категория была – люди. Третье – это то, что я сказал, как ни парадоксально. Состояние дорог. Значит, для нас очень немаловажно состояние дорог. В регионе именно. В регионе, в близлежащих регионах. Откуда, как, куда удобнее добираться, как безболезненно это можно сделать, чтобы машина, я вам сказал, что они там высокоскоростные, комфортабельные. Но мы с вами все имеем опыт в вождении автомобиля, прекрасно понимаем, как самые высококомфортабельные, надежные... Вот, в общем, исходя из целого комплекса вопросов и ответов на вопросы, исходя из целого комплекса ответов на некоторые вопросы, было принято решение открыть здесь. Вот. А скажите, пожалуйста, вот универсиада в Казани, на которой наши ребята работали, прошла. Вы знаете, что у нас тоже сейчас есть тема универсиады? Конечно, это одна из тем. 19-го года. Одна из тем тоже. Сейчас Красноярск готовится как раз к... Ну, подача заявки как раз в эти дни проходит. А Красноярск сейчас готовится к презентации своей заявки. И вот голосование сейчас в Аргентине, которое было по Олимпийской столице, показывает, насколько важно грамотно, правильно... Подать. Подать, да. Я могу это подтвердить, потому что я участвовал минимум в трех заявочных компаниях. Значит, я представлял телевидение Олимпиады Сочи, я представлял телевидение универсиада Казани и представлял телевидение Чемпионат мира по водным видам спорта там же, в Казани. Значит, это серьезная большая работа. В ноябре в Брюсселе будет презентация Красноярск. Ну, здесь надо не ударить грязь лесом. Смотрите, исходя из вашего опыта заявочных компаний, как вы считаете, каковы шансы Красноярска? Ну, если отстраниться немножко, то что вы тоже... Очень высокий. Здесь сошлись два вектора. Значит, первое, то, что Красноярск сам по себе является очень правильным городом для проведения зимней универсиады. Настолько устали все от непонимания, от прогнозирования, от угадайки, будет погода, не будет погода. Вот если вы мне скажете, что там в феврале, в марте 2019 года в Красноярске будет плюс, позвольте себе, я не знаю, что должно произойти. Абсолютно, понимаете? Значит, кроме этого, есть абсолютно точная нацеленность и руководства региона, и населения региона на то, чтобы провести очень высока верность этой идее. Это очень важно, это всегда учитывается любыми спортивными функционерами при принятии решений. Конечно, 100%. Мало того, они не просто чувствуют, они же проводят целую серию брифингов, встреч, разговоров, обсуждений. То есть это... Снимают такой эмоциональный настрой. МОК вообще посылает специальную комиссию, которая проверяет настрой граждан страны. Вот. И второй же вектор, который нам очень помогает, это результаты Казанской универсиады. Ну, она прошла хорошо, это скромная оценка. Обычно оценят гораздо выше. Значит, и с точки зрения организации, и с точки зрения выступления спортсменов, и с точки зрения количества стран участвовавших, и с точки зрения, позволю себе нескромно заметить, телевизионных трансляций, которые были там произведены. Ну вот. Поэтому думаю, что очень большие шансы, гораздо больше 50%, за то, что все будет в порядке. Ну, знаете, как, давайте все равно пальцы скрестим, да, и подождем до ноября. Потому что здесь нельзя позволять себе расслабляться ни на одну секунду. Это, знаете, как в спорте, это бывает чревато... Расслабился, прогнал. Конечно, конечно. А скажите, пожалуйста, вот каким образом вообще спортивный Красноярск видится из Москвы? У меня видится следующее. Вот когда мне говорят про Красноярск, я вспоминаю, значит, наверное, год 94-й. Чемпионат мира по... Кубок мира по спидвею, значит, минус 40. На стадионе 40 тысяч человек, ветра нет, стоит пар 4-х метровый. И мы с испанцами, значит, снимаем с моста картинку, когда пар просто на стадион поднимается, и они ошалело говорят, и что эти люди здесь 3-4 часа вот так вот высидят, эти 40 тысяч человек сидят, ну, стоят, никто не сидел, сумасшедших нет, стоят на стадионе, поддерживают, переживают, ну, в общем, впечатление яркое. Но как видится Красноярск, видится борьба, естественно, регби, естественно. Мне там... Я люблю регби, и, в общем, считаю, что это явно недооцененный российской аудиторией вид спорта. И очень надеюсь, вот видите, наши вышли впервые в истории в финал чемпионатов мира, и, думаю, застолк Красноярского регби велика в том, что... Но в Москве, наверное, мало кто знает, что за чемпионство борются две красноярские команды. Ну, это нельзя не знать, поэтому те, кто немножко хоть не знает слово регби, то... Ну, тоже, понимаете, я думаю, что там достаточное количество москвичей и подмосковных жителей не согласны мириться с этой гегемонией. Я думаю, что и ВВА, и ФИЛИ немало бы приложили усилий для того, чтобы это все опрокинуть. Но реально Красноярск – это столица сегодня регби нашего. А скажите, вот руководство региона, насколько его влияние на, во-первых, вообще спортивную жизнь в регионе, насколько оно важно? Сто процентов в условиях нашего сегодняшнего общества. Это абсолютно объективно, это сложная, сложенная, не сложная, а сложенная конструкция. От роли лидера региона зависит практически все в этом регионе. Просто мне сейчас много приходится ездить по стране в силу того, что большая филиальная сеть. И значение каждого из филиалов очень высоко, потому что у каждого есть свой определенный объем работы, который каждый должен выполнить. И здесь важно, ну, и контроль, и учет, и электрификация, и при этом еще помочь, поддержать, ободрить и так далее. Значит, я очень рад, что у нас складывается с Леонидом Владимировичем Кузнецовым очень серьезное сотрудничество, очень серьезное взаимопонимание, это касается и функционирования филиала здесь. Ну, мне приятно было услышать высокую оценку там вчерашней трансляции, скажем, хоккейного матча против Лады, с Победой, кстати. Спасибо. Вот, которые делали мои коллеги, и мне приятно было услышать, что, в общем, обратили внимание на качество трансляции. Значит, и это же сотрудничество, оно развивается и с точки зрения подготовки к универсиаде. Для нас очень немаловажно, поскольку, ну, с большой долей вероятности мы будем увлечены в процесс освещения универсиады, не повторить тех, ну, не хочу говорить ошибок, но сложностей, которые возникли при подготовке к универсиаде в Казани. Учитывать их как-то нужно. Учитывать, конечно. У нас достаточно времени, сейчас много времени еще до... Вот, дай бог, в ноябре все происходит нормально, и я считаю, что там со второй половины ноября, несмотря на то, что Олимпийские игры на носу, несмотря на то, что Паралимпиады, а Паралимпиаду, если Олимпийские игры мы снимаем только для Российской Федерации, для российских телеканалов, Паралимпиаду мы будем снимать для всего мира. То, что мы снимем, это весь мир и увидим. Значит, вот, несмотря на это, все равно там уже во второй половине ноября можно начинать подготовку. Потому что, на самом деле, от того, как будет показана универсиада, будет зависеть то, как она будет воспринята в мире. И это функция телевидения, от этого никуда не денешься. На стадионе 10, 15, 20, 40 тысяч человек телевидение дает миллионную аудиторию, если не говорить миллиардную. Поэтому большая работа предстоит, хорошая, интересная работа, правильная работа. Спасибо, Василий Александрович, что нас посетили. Надеюсь, что в следующий приезд я смогу уже сказать, что да, универсиада будет в Красноярске. Мы напоминаем, что вы смотрели интервью на канале Енисей. Всего вам доброго. Спасибо. 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 Спасибо.